Благотворительный праздничный концерт, посвященный Дню Матери, прошел в Махачкале. Звезды дагестанской эстрады и танцевальные коллективы республики выступили на сцене Лакского театра «Воспевая маму». Подробнее о празднике, который в России официально отметят 26 ноября, расскажет Ларьяна Шамхалаева. Шары, сладости и билеты в кинотеатр «Россия» получили учащиеся домов-интернатов и коррекционных гимназий. Торжественная дата, которая отмечается во всем мире уже четвертое столетие, для России пока еще молодой праздник. День Матери, Управление образования Махачкалы совместно со спонсорами решили сначала поздравить мальчиков и девочек, которым так необходима родительская любовь. Эти маленькие шары, которые вам у входа вручили, я думаю, вы напишите на них сегодня. Мама, я люблю тебя. И отдадите своей маме. И она будет очень рада за такую доброту и внимание с вашей стороны. Воспитанники школы-интерната для слабовидящих детей пришли вместе с преподавателем Зазой Гасановой. Некоторым ребятам федагог заменила маму. Со слезами на глазах она пожелала никому никогда не познать, что такое жить без родителей. Как своих детей, родных, любим наших интернатских детей и заботимся о них. Так желаю, чтобы у всех у наших детей были мамы и чтобы они были очень внимательны к своим детям, поддерживали их, направляли. И чтобы у детей у нас было будущее. В перерывах между выступлениями звезд дагестанской эстрады, среди которых были Лариса Гаджиева и Диляра Надырова, маленькие зрители декламировали стихи Расула Гамзатова о слове, у которого особая судьба. Тайком вздохну, о чем-нибудь горюй. И скрыв слезу при ясном свете дня, Не беспокойся, говорю я, мама, Все хорошо, родная, у меня. Вручая современный телевизор учащимся коррекционной гимназии номер 4, организаторы мероприятия отметили, что отныне этот праздник станет доброй традицией и в Дагестане. К вам я лично обращаюсь, чтобы вы поставили перед собой цели, чтобы вы достигали их. А мы, старшие, всегда рядом поможем, поддержим вас. Лариана Шемхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.